Всем привет! Вы на канале VivaDecor и сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по созданию большого розового мака. Сегодня просто осенило, как сделать красивые лепестки для цветов типа мака анимона без шаблонов. Сегодня мой эксперимент удался. Еще раз подтвердилась пословица «все гениальное просто» и спешу поделиться этой техникой с вами. Для создания 50-сантиметрового цветка нам понадобится 2 больших квадрата изолона. Изолон толщиной 3 мм, 1 квадрат 50 на 50 и еще больше квадрат 70 на 70. Для лепестков нам понадобится, как обычно, строительный фен, пистолет с горячим клеем. Основой мы будем использовать пенопластовый шар диаметром 10 сантиметров и металлопластиковая труба диаметром 26 мм. Для декора серединки мы будем использовать фоамиран белый толщиной 2 мм, который мы будем тонировать с помощью зеленого колера. Пистоки цветка мы слегка протонируем красным колером. На серединке для тычинок мы будем использовать флористическую проволоку и маленькие пенопластовые шарики. Желтый колер понадобится для того, чтобы окрасить их в желтый цвет. Ничего не забыла? Приступаем! Итак, первое, что мы начнем делать, сделаем основу для цветка. Берем шар и делаем в нем небольшое отверстие для того, чтобы затем прикрепить в него трубу. Аккуратно, чтобы отверстие не получилось очень глубоким. Итак, сделали отверстие и примеряем трубу. Вот так будет нормально. Клей лучше наносить на трубу для того, чтобы он слегка остыл, потому что если наносить непосредственно на пенопласт, он может сильно расплавиться. За счет того, что клей немножко, секунд 30, как остыл, шар не будет поврежден. Сейчас снова цветка остывает. Мы сделаем лепестки для декорирования этого шара. Для декорирования серединки нам понадобится 10 лепестков размером 3х10 и 5 лепестков размером 13х5. Вырезаем из них стандартные капельки. Складываем прямоугольник пополам и обрезаем концы с верхнего и с нижнего края. У больших лепестков мы будем обрезать только верхний край. Это нижние лепестки и верхние только верхний край. Также складываем пополам и обрезаем. Теперь все полученные лепестки мы будем тонировать зеленым колером. Если вы хотите более интенсивный зеленый цвет, разбавлять ничем колер не нужно. Если посветлее, можно его немножко разбавить водой. Один лепесточек готов. Приступим к следующему. Этот сделаем светлее. После того, как все лепестки будут прокрашены, мы их немножко прогреем феном, чтобы краска быстрее подсохла. Теперь берем основу цветка и начинаем приклеивать к ней лепестки. Лепестки маленького размера. Мы им не придаем сейчас форму, просто вот такие прямые приклеиваем. Вот так. Мы не будем плотно заклеивать. Будем приклеивать через такое расстояние, через такой промежуток. Нам понадобится для такого шара 5 лепестков. Как приклеили прямые лепестки, берем лепестки большего размера и придаем им красивую форму. Затем заклеиваем ими вот эти просветы. Лепесток феном и придаю ему красивую форму. Вытягиваю. Вот так. Берем подготовленные лепестки, уже изогнутые, и заклеиваем ими промежутки. Вот так. Теперь мы будем делать вот такие тычинки. Для этого мы берем проволоку, приклеиваем к ней кусочек фоамирана. Сейчас я нанесу клей. Сверху приклеиваем вот такие вот пенопластовые шарики. Так вот я нанесла клей на фоамиран и приклеиваю шарики. Я поклеиваю проволоку, эту часть проволоки, со всех сторон. И потом получится вот такая вот тычинка, которую я еще покрашу в желтый цвет. Переберу желтый колер и окрашиваю в желтый цвет тычинки. Самое интересное, пока сохнут тычинки, показываю, как просто можно сделать лепестки. На примере изолона 50 на 50, с куском изолона 70 на 70, я буду делать все то же самое. Итак, берем наш изолон, складываем его пополам, и потом еще раз пополам. Вот так мы сложили изолон. Теперь нам нужно аккуратно срезать вот этот угол, чтобы у нас получился круг из изолона. Я начинаю резать. Если он будет не идеально ровный, ничего страшного, но желательно сделать максимально ровным его. Здесь 4 слоя изолона, его тоже не так просто отрезать, но и не так сложно. Вот мы отрезали уголки, и из нашего квадрата получился вот такой вот круг. Что мы делаем теперь? Я пришла к открытию, что у такого цветка один ряд состоит из трех лепестков одинаковой величины, и то есть они образуют своего рода круг. Таким образом, чтобы нам сделать красивые лепестки, нам нужно разделить круг на три равных части. Как это сделать? Вот мы наметили, если сложить в четверо, можно еще раз так загнуть, чтобы было понятно. И мы, когда раскроем круг, увидим вот полосочки, которые разделяют его на четыре части. Таким образом, а нам нужно три части. Одну из этих четвертинок мы разделим на три части, и добавим эту часть к одной из целых частей. И вот это будет выкройка нашего лепестка. Сейчас показываю на практике, как это сделать. Так, вот четвертинка. Я могу ее еще навести так. Так. Так, вот наша четвертинка. И следующую часть я делю на три части. То есть, вот замеряю ее длину отсюда и досюда. У меня получается 35 сантиметров. Таким образом, мне нужно 35 разделить на 3. И это будет величина отрезка, которую мне нужно добавить к этому отрезку. Это будет приблизительно 12 сантиметров. То есть, я отмеряю 12 сантиметров. Вот здесь ставлю точку. И провожу от центра нашего круга полоску, линию такую к этой точке. И теперь по этой линии я вырезаю первый лепесток. Вот у меня получилась треть окружности. Конечно, все можно упростить и вспомнить математическую формулу. Но я ее не помню. А так мне показалось делать все тоже очень быстро. Здесь не обязательно все замерять. Мы просто этот отрезок прикладываем к оставшейся части изолона и вырезаем такие же три отрезка. Если они там немножко длиннее или меньше, ничего страшного. Лепесток будет изогнутый и это не имеет значения. Таким образом, у нас получилось три таких лепестка. Но нужно сделать их красивее. Чтобы сделать его красивее, и лепесток мы обрежем конец и сделаем несколько таких выемок, для того, чтобы цветок выглядел естественнее. Вот так уже становится похож на лепесток мака или анемона или какого-то подобного цветка. Форма лепестков может быть тоже разная. Не обязательно их делать всех одинаковыми. Я буду делать со всеми остальными лепестками. обрезаю круг. Немножко придаю рельеф. Могу больше, могу меньше. Где мне глубже сделать? Теперь мы начинаем формировать лепестки. Никаких дополнительных приспособлений нам для этого не нужно. Мы просто нагреваем лист над феном и растягиваем его посередине и по бокам справа и слева. Продолжение следует...